Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии профессиональный боксер Антон Дрючин. Антон только что вернулся из Екатеринбурга с турнира, который он выиграл. Здравствуйте, Антон! Добрый день! Что это был за турнир и какой ценой далась тебе победа? Турнир, это был профессиональный турнир по боксу, он назывался «Биг Драма Шоу». Проходил в преддверии чемпионского боя, защиты чемпионского пояса Сергеем Ковалевым, русским боксером. Победу в своем бою я одержал довольно быстро и, в принципе, не очень тяжело она мне далась, как и остальные бои профессиональные, но и проведенные. Если говорить о твоем личном профессиональном рекорде, то есть это какой-то ряд побед и ни одного поражения, что вообще такое личный рекорд для спортсмена? Ну, это в первую очередь статистика его профессиональных боев, то есть соотношение количества побед к количеству поражений, ну или ничьих там. Для любого профессионального бойца наиболее престижным считается вести свой рекорд без поражений и все к этому стремятся. Поэтому, ну, в целом это отражает, как бы, просто картину событий. Как давно ты вообще в профессиональном спорте, в профессиональном боксе? И расскажи, из чего все начиналось? По профессионалам я дебютировал в декабре 2015 года, то есть меньше года мы этим занимаемся именно с точки зрения профессионального спорта. Вот, но к этому шли и к этому готовились осознанно и искали выходы какие-то в эту сферу. И вот все получилось, и мы туда попали, и вот сейчас мы выдвижемся вперед в этом направлении. А непосредственно боксом когда ты начал заниматься, может быть, какого-то другого вида единоборства перешел к этому искусству? Ну, занимаюсь я где-то около трех лет. И заниматься я начал в клубе смешанных единоборств арта, в котором я сейчас и занимаюсь. И поскольку это клуб смешанных единоборств, первый мой опыт выступления в ринге был именно по правилам ММА. И потом уже, спустя там какое-то время, я начал выступать на каких-то любительских турнирах по боксу. Ну, заинтересовался я этим больше, чем смешанными единоборствами, и в этом направлении стал развиваться. Расскажи, пожалуйста, о своем тренировочном графике. Сколько тренировок в неделю, каким образом они строятся? Ну, тренировочный график мой – это, в первую очередь, забота моего тренера. А мое уже дело – выполнять его план, да. Тренируемся мы много, тренируемся мы часто. И по-разному бывает там семь тренировок в неделю, шесть, восемь. В зависимости от периода подготовки и от какой-то временного промежутка, который остался до событий, к которому мы готовимся. Насколько я понимаю, вот твоя статистика личная, да, там ни одного поражения – это довольно-таки хорошее, да, для профессионального боксера. Вот с твоей точки зрения, что должен делать спортсмен, чтобы достичь максимально хорошего результата? Как должен тренироваться или какими качествами характер должен обладать победитель? Ну, я считаю, что любой человек, который хочет успеха достичь в своем деле, не обязательно спортсменом или там электрик, он должен отдавать себя полностью своему делу и сосредоточиться конкретно на том, в чем он хочет достичь успеха. И тогда у него все получится. Помимо того, что ты выступающий спортсмен, ты еще и занимаешься начинающими, да, желающими приобщиться к боксу, немножко тренируешь. Как, получается, совмещать и ту, и другую деятельность? Потому что довольно сложно. Нужно и тому отдаваться, и тому полностью. Ну, мы ведем детские группы по боксу у нас в клубе. Мы тренируем и взрослых отдельно тоже. Интереснее всего лично мне, конечно, работать с детьми, потому что объясняя что-то детям и ища с ними какой-то общий подход, общий язык, что-то узнаешь для себя новое, с другой стороны открываешь какие-то стороны бокса, которые уже знаешь вроде бы. И поэтому, ну, я считаю, что это только на пользу спортсмену. А кто вообще может прийти на тренировки? Могу ли, допустим, я с нуля никогда не занимаюсь единоборствами уже в сознательном возрасте прийти, начать какого-то определенного результата добиться? Да кто угодно, конечно, может. Учитывая, что я сам начал заниматься уже в сознательном возрасте, был еще взрослым человеком, и у меня все получается. Поэтому вот главный, мне кажется, ответ на вопрос, что никогда не поздно изменить свою жизнь и что-то новое в нее привнести. Главное не бояться, правильно? Есть ли, допустим, по полу ограничения? Девчонки приходят к вам на тренировки, занимаются ли? Приходят, занимаются. И как успехов каких-то добиваются ли в основном для себя все-таки? Ну, девчонки в основном, конечно, для себя занимаются, но есть, у нас перспективные спортсменки, с ними работаем, надеюсь, что придем к каким-то результатам. А если говорить о планах на ближайшее будущее после вот этого турнира в Екатеринбурге, ближайшие соревнования, которые престижные или важные для тебя как спортсмена профессионально? Ну, по календарю Федерации профессионального бокса у меня следующий бой будет 30 июля, это уже скоро, турнир пройдет в городе Сочи. И перед этим где-то за неделю я улетаю туда на подготовку, проведем сборы тренировочные. И поэтому сейчас целиком и полностью мы сосредоточены конкретно на этом бою, на этом сопернике и будем готовиться. То есть, может быть, даже турнир в Екатеринбурге каким-то образом задал тебе вектор развития, направление, по которому нужно готовиться к 30-му? Какие-то промахи, может быть, тебе нашел или нет? Над чем работать? Выявил? Конечно, каждый бой и каждый выход в ринг, неважно, тренировка это или тем более, если это реальный бой, он такой как контрольная работа. И по этой контрольной работе можно уже сделать какие-то выводы о том, где-то недоработал, где-то что-то пропустил, где-то там что-то не хватило. Поэтому, естественно, на основе всего этого мы делаем выводы и свой тренировочный процесс уже корректируем, исходя из происходящего. А если говорить о боксе, как о виде спорта, такое стереотипное существует мнение, что боксом занимаются в основном такие отмороженные, скажем, ничего не боящиеся, беспощадные люди. Но на самом деле это довольно-таки интеллектуальный вид спорта, когда надо просчитывать каждый свой шаг, правильно я понимаю? Да. Оценивать психологию соперника в том числе. Вот расскажи, пожалуйста, каждый раз выходя на ринг, ты понимаешь, что перед тобой новый соперник, и тебе нужно прежде всего понять, что от него ожидать. Вот как ты сосредотачиваешься, как готовишься, как пытаешься прочитать дальнейшие шаги соперника и опередить его? Ну, в первую очередь, при подготовке, если мы говорим о профессиональном спорте, нам заведомо известен соперник, и мы готовимся к конкретному сопернику, просматриваем его бои, то, что сможем найти там в интернете где-то. И уже исходя из увиденного, мы делаем тоже для себя какие-то выводы, мы что-то как-то корректируем, подстраиваем по тактике, по стратегии, по нашему тренировочному процессу. То есть здесь вот так это работает. То есть в любом случае заранее идет подготовка не только в физическом плане, но и к каждому конкретному индивидуальному сопернику. И, может быть, у тебя есть какой-то кумир в мире профессионального спорта, или кумир это ты сам, но только прокачанная версия себя, как? Да нет, у меня нет кумиров. Есть хорошие боксеры, есть хорошие русские боксеры, за которыми мне нравится наблюдать. Но быть на кого-то похожим, я не ставлю себе такой цели, просто занимаюсь и выступаю, и побеждаю, и все это достаточно. Спасибо, Антон, за увлекательную беседу. Я думаю, и мне, и нашим телезрителям стало немножко понятнее, что такое бокс, что свою мечту осуществить никогда не поздно, в любом возрасте. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков, а Антону пожелаем успехов на ближайшем турнире, который пройдет в Сочи. Благодарю, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»